МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые признаки весны. Ночи становится короче, температура за окном выше. Снег тает, а местами вместе с ним сходит и асфальтовое покрытие. Дороги становятся похожи на решето, а водители вспоминают, как когда-то в автошколе сдавали упражнение змейку. Эта ситуация, увы, характерна для множества российских городов, и каждый решает ее по-своему. В эфире передача «Комфортный город». И сегодня мы с вами выясним, что делать и куда обращаться, если яма на дороге спровоцировала ДТП. Как в Чебоксарах проводят ямочный ремонт? Что за асфальт кладут на столичные улицы? Какие изменения ждут дорожную сеть в этом году? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30-я автодорога. Водитель не успел заметить яму. Итог – повреждение двух колес. Можно сказать, что ему еще повезло. Серьезного ДТП удалось избежать. Таких случаев по городу и не счесть. Следы, да, остались. Где-то вмятина была, где-то вот здесь вот. Мне ее в шиномонтажном сервисе залатали. И вот резина порвалась. Тут чуть-чуть даже видно. Внутри пришлось поставить камеру. Два погнутых правых диска атаковаться на встрече с дорожной ямой, рассказывает Артур Егоров. Она состоялась ранним январским утром в районе Маслусырбазы. На яму я наехал. Достаточно сильный удар произошел. Я сразу понял, что что-то не так в автомобиле. Яма была небольших размеров по ширине, но достаточно глубокая. Я отогнал автомобиль шиномонтаж. Где мне произвели работы? Это раскатка диска, сварные работы по диску. Общая стоимость у меня возникла 2600 рублей составила. Еще один случай. Диана Анфимова попала передним колесом в выбоину на участке дороги по улице Гладково. Колесо быстро спустило, учитывая масштабы повреждения. Поехала на диске, получается, поэтому была вибрация сильная. Сторон напряжалась, стало. Смотрю, а колесо спустило полностью. А там ей поймать яму было сложно, потому что дорога была вся как решетон. Там сейчас то место подлатали, в общем-то ямки-то закрыты. Девушка рассказывает, в шиномонтаже ее проблеме не удивились. С порезами покрышек обращаются довольно часто. Лесо стояло здесь, а повреждения, собственно, мы его переставили назад. Вот оно. Вот видно, оно прям такое гладкое. То есть там порядка двух сантиметров был боковой порез. Два случая, которые произошли в разный период времени, но у обоих одинаковый итог. Автовладельцы ГИБДД не вызывали и справились своими силами. И я так посчитал, что мой ущерб составленный, который не за этой ямой был, он не сопоставим со временем, которое я потрачу на эти тяжбы судебные. Если бы были бы несерьезные повреждения, более серьезный ущерб, я, скорее всего, дождался, вызвал экипаж ДПС, оформили бы ДТП. Официальной статистики, где причиной ДТП являются ямы на дорогах, не существует. Зато есть другая, по ДТП, которым сопутствовали плохие дорожные условия. Сюда входят освещение, содержание дорог, а также дефекты покрытия. За последние два месяца произошло 66 таких аварий. Итак, небольшая инструкция. Что делать и куда обращаться, если яма на дороге спровоцировала ДТП? Первое. Вызвать сотрудников ДПС. Второе. Сфотографировать или снять на видео место происшествия. Третье. Проверить схему ДТП и акт выявленных дорожных недостатков. Последним должны быть указаны параметры ямы. Четвертое. Сфотографировать составленные документы или снять копии. Вы можете обратиться с претензией к балансосодержателю дороги. Если вашу претензию не рассмотрят, то тогда вы уже вправе подать в суд. Но беду всегда легче предотвратить, чем потом разбираться с последствиями. Каждый чебоксарец, который увидел яму на дороге, может обратиться в ответственные органы. По каждой жалобе обязательно проводят проверку. Только в ГИБДД за последнее время поступило более 25 обращений. Дорожные инспекторы реагируют оперативно. Рулетка и линейка всегда на готове. Согласно ГОСТу, предельно допустимые размеры дорожных ям следующие. Длина 15 см, ширина 60 см, глубина 5 см. Все остальные ямы, которые превышают хоть один из показателей, считаются опасными. Таких в городе сотни. Один из примеров – участок дороги от Пирогова до Урукова. Что такое ровное покрытие здесь? Кажется, уже давно забыли. На этом участке предельные размеры, превышает допустимые нормы по длине, по ширине. Дорожное покрытие считается поврежденным. По каждому дефекту инспекторы ДПС составляют акты выявленных недостатков. После готовят предписание ответственным организациям. Сроки устранения нарушений зависят от категории дорог. Муниципальные 10 дней, магистральные 7. С выбоинами и ямами в Чебоксарах, конечно же, борются. С начала года отремонтировали около 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. С конца февраля ремонт идет круглосуточно. Ежедневно обновляют 400 квадратных метров. Одновременно на участках работают 10 дорожных бригад. Карту проведения ямочного ремонта составляют по полученным предписаниям ГИБДД и плановому графику. Кроме этого, дорожные службы ежедневно совершают объезды. Список адресов постоянно изменяется. Сегодня мы начали с 8 утра работать. На данное время мы половину 6,3 тонны примерно положили асфальт. По квадрату 25-30 квадратов получается. А так мы очищаем яму от грязи, от пыли. Продуваем, и нож асфальт бетон дитой. Нужно ли этому асфальту бетону давать высохнуть? И почему по нему сразу машины все приезжают? Это нормально? Это нормально, потому что машина проезжает, и еще хорошо будет держаться. А если яма окажется глубокой, то ремонтная бригада ее огородит спецзнаками, чтобы дать асфальту высохнуть. На это требуется 15 минут. То есть все технологии соблюдают. Но вопрос-то остается, почему каждую весну дороги тают? Дороги, я считаю, уже старые, я считаю, со временем Советского Союза, наверное, они по времени-то срок годности, наверное, истек. Зимой то иногда снег, то дождь, замерзает асфальт. Когда замерзает асфальт, туда вода же попадается, а потом он растает, выдавливает асфальт, и дорога ломается. Нужно понимать, ямочный ремонт, который делают в холодное время года, это скорая помощь дорожному покрытию. Он не рассчитан на долгий период эксплуатации. Сезон, когда благоприятный, погодные условия, положительные температуры, этот ямочный ремонт нужно уже делать картами большими с применением горячего асфальтобетона. Основной материал для ремонта и строительства дорог – асфальтная смесь. Чаще всего используется асфальтобетон. Он состоит из песка, щебня, минерального порошка и битума, вяжущего вещества. Его плюсы – прочность, водонепроницаемость и износостойкость. Материалы для столичных дорог берут местного производства. Этот асфальтобетонный завод находится в Чебоксарском районе в 20 минутах езды от столицы, что для ремонтных служб, несомненно, удобно. Тонны щебня, песка, минерального порошка и битума – из них получится не одна сотня километров новых дорог. Здесь производят около 10 видов смеси. Литой асфальтобетон – смесь, которую можно укладывать до минус 10 градусов. Он маразостойкий, влаговоустойчивый, что позволяет комфортно укладывать и делать ямочный ремонт в осенний-осенний период времени. Сам литой асфальтобетон отличает от обычного асфальтобетона большим содержанием битумов и минеральных порошков, что делает, как раз вот поэтому он называется литым, что не требует уплотнения. Для разных целей и асфальт изготавливают разный. Для дворовых территорий может использоваться другой тип щебня, что неприемлемо для изготовления магистралей. Применяется полимер-битум вяжущие, что во дворах могут использоваться обычные битумы. На заводе, как на кухне, смесь готовит по рецепту. Необходимые ингредиенты отправляют полейцы в сушильный цех. Там их разделяют по фракциям и отмеряют. Затем все попадает в специальный миксер. За точностью пропорции следит местный шеф-повар, оператор. Весь процесс полностью автоматизирован. Главное, да, температурный режим соблюдать. Самое главное следить за качеством асфальта. Компьютер сам показывает, автоматизирует, где что случилось. И все, и стараемся устранять тот же момент. Сотрудники работают в две смены, в каждой по четыре человека. Ежедневно с конвейера сходит около 40 тонн литого асфальтобетона. Смесь разбирают, как горячие пирожки. Дорожные службы приезжают трижды в день. Кстати, этот асфальт идет на ремонт чебоксарских улиц и федеральных трасс. Прямо на месте специалисты измеряют один из важнейших показателей – температуру. Она должна быть от 195 до 230 градусов. На этом проверки не заканчиваются. С каждой партии берут пробы, которые исследуют в лаборатории. Здесь оценивают два важнейших показателя. Прочность – выявляется степень деформации. И водонасыщение – впитываемость воды в асфальт. Это требование по ГОСТу. Да, 0,5% должно быть. Если показатель водонасыщения не соответствует требованиям ГОСТа, то необходимо внести какие-то изменения или корректировку по составу. Испытания проводят и на стадии разработки рецептов смесей. Качество каждого ингредиента гарантированно отвечают на заводе. От ремонта ямочного к ремонту капитальному. У Чебоксары вошли в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Так что столичные улицы ждут глобальные изменения. Планы на этот год следующие. Капитальный ремонт дорожного полотна. 27 адресов. Расширение перекрестков. 5 участков. Строительство заездных карманов. 6 штук. Установка пешеходных ограждений. 23 адреса. Светодиодные знаки на пешеходных переходах. 31 штука. Мы сформировали 4 лота. Включили их уже в план закупок, в план график. Планируем где-то в начале мая заключить контракт и начать работать в этом направлении. Сроки окончания до 1 декабря. Планируем уже завершить, отчитаться. Программу реализуют в два этапа и она рассчитана до 2025 года. В 2019 приступят к строительству и реконструкции дорожных объектов. А в ближайшее время начнется проектная работа. А в целом на городе Чебоксары, согласно этой программе, будет 7,4 миллиарда рублей до 2025 года. Мы планируем после реализации этой программы, что у нас обновится порядка 116 километров дорог. Новые качественные дороги – это, конечно же, мечта любого участника дорожного движения. По ним приятно и ходить, и ездить. В Чебоксарах работа по замене дорожного полотна ведется, но сразу все это сделать невозможно. Поэтому вот несколько простых советов. Ездить аккуратнее и сообщать об увиденных ямах в экстренные службы. То же самое нужно сделать, если вы увидели, что где-то кладут асфальт в лужи. Это была передача «Комфортный город». До свидания.